На неделе социологи выясняли, каким образом пациенты предпочитают общаться со своим лечащим врачом. И оказывается, более половины, особенно люди с высшим образованием и высоким уровнем дохода, считают, что лучше всего общаться с доктором через интернет. Причем 37% последние полгода уже контактируют посредством электронной почты, а 18% вообще через социальные сети. Но правда, опрос проводился в Америке. И российский же пациент предпочитает традиционно глаза в глаза. Хотя тем, у кого хватает денег на западных врачей, приходится и по телефону, и через интернет. На неделе у кузбассовцев появилась уникальная возможность. В Кемерове практиковали мировые медицинские светила. Рудольф Бертаньоли, самый известный в мире специалист в области хирургии позвоночника. И Вольф Виланд, один из самых авторитетных экспертов в Европе в области урологии, особенно онкологической урологии. Немецкая медицина считается лучшей в мире. А этих немецких врачей часто называют просто врачи-волшебники. Потому что там, где для многих возможности медицины заканчиваются, для них все только начинается. Профессор Бертаньоли подчеркнул, что главное, что ему удается, это вернуть подвижность позвоночнику. Сохранить качество жизни пациенту, чтобы он мог вернуться к работе, семье и активной жизни. К сожалению, сейчас, отменил профессор Виланд, онкология почек мочевого пузыря встречается чаще, как в Европе, так и в России. И важна ранняя диагностика. Сейчас ты легко и хорошо лечишься. Потом уже может быть поздно. Качественная диагностика действительно важна. 60 пациентам Бертаньоли отказывает в операции, потому что можно помочь и без этого. Он знает методики занятия спортом, йогой. Появляются новые методики. Например, рак мочевого пузыря. Раньше выявляли только на поздних стадиях, когда уже нельзя было помочь. А сейчас уже можно и заранее. Профессор Бертаньоли очень рад помочь губернатору Роман Анатолееву в программе повышения качества медицинской помощи в Кузбассе. Мы попросили прокомментировать ситуацию депутата Государственной Думы от Кузбасса Павла Федяева. Как удалось добиться приглашения профессоров Бертаньоли и Виланда в Кузбасс? Специалисты такого уровня, они единичные во всем мире. Это штучный товар. Я считаю, что нам повезло. Шейхи арабские к Бертаньоли в очереди стоят для того, чтобы на операцию попасть. И сегодня он в Кузбассе. Да, мы, конечно, долго вели подготовку, переговоры, контакт по парламентской линии помог. Хорошо, что подключился Аман Гумирович Тулеев. И светилы такие медицинские мирового уровня отказать ему не смогли. Они сегодня здесь у нас в Кузбассе. Рудольф Бертаньоли автор уникальной методики операции на позвоночнике. И у Вольфа Виланда тоже есть свои авторские методики. Я уверен, что приезд этих специалистов к нам в Кузбасс даст толчок развитию медицины, развитию новых технологий. Потому что это действительно прорыв. Вот технология эта, она прорывная. После операции по установке искусственного межпозвоночного диска, его пациенты, сказал профессор Бертаньоли, могут даже заниматься спортом через 6-12 недель. Всё зависит от сложности конкретного случая. Если у нас полгода надо в гипсе лежать и не ходить, то я видел этих людей, они через 2 месяца после операции уже спортом занимаются. Бегают, в теннис играют. За 20 лет профессор Бертаньоли провёл свыше 10 тысяч операций на позвоночнике. Обидно, что часто ему приходится переделывать то, что делали его коллеги по старой технологии. На неделе Мантулеев обратился к профессору Бертаньоли с предложением провести в Кузбассе ряд благотворительных операций, бесплатных. Губернатор делает, конечно, акцент на том, что эти операции нужно провести тем людям, которые нуждаются, малообеспеченным. Людям, ну я считаю, что это правильно, а кому ещё помогать. Но это замечательно, что такая акция, будут операции, мировой светило, мировой лидер в хирургии позвоночника проведёт эти операции у нас в Кузбассе. И, ну, я думаю, что действительно можно сказать, что людям жизни спасут. Бертаньоли планирует начать операцию уже в сентябре. Сейчас определяется с пациентами. Я не слышал, конечно, что где-то такие операции людям удавалось получить бесплатно. Действительно, плюс какой. Если сделать у нас эту операцию, очень сложную, по замене межпозвоночного диска, ну, ещё не факт, что у тебя всё нормально будет. Это ещё 50 на 50. И стоит дорого. А здесь мало того, что бесплатно, очень высокий положительный процент положительных результатов. Профессор Виллан тоже готов поддержать те усилия, с которыми губернатор решает проблемы со здоровьем малоимущих жителей Кузбасса. И надеется, что вместе с профессором Бертаньоли он сможет доказать в этом помощь. Операции запланированы на сентябрь. И нам сейчас за это время нужно подобрать медицинское учреждение, которое полностью бы соответствовало тем требованиям, которые предъявляет профессор Бертаньоли. И по оборудованию, и по помещению, и по реабилитации, и по тем специалистам, которые будут ему помогать. Потому что это долгая операция, очень серьёзная. И нужны высокого уровня ассистенты. Вот нам сейчас остаётся эти вопросы решить. Я думаю, что когда мы их решим, операции состоятся, пройдут успешно. И наши врачи, которые будут работать с профессором Бертаньоли, получат неоценимый опыт. Два профессора, два мировых имени. Живут в Баварии совсем не в столичных городах. Регенсбург, чуть более сотни тысяч жителей. И район Штаубин-Боген, около сотни тысяч. Ну, рядышком, примерно как у нас Ленинск и Белово. Кузбасс тоже далёк от столиц. Возможно ли и у нас медицина мирового уровня? Профессор Вилланд не замечает разницы, когда работает с врачами из Германии или из России. Если клиника хорошо оснащена, коллеги хорошо обучены, быстро вникают. Я просто счастлив работать с ними, говорит он. Профессору Бертаньоли больше нравится работать в маленьком городе, хотя он оперировал и в мировых столицах. Маленький город удобнее, люди теснее знают друг друга, маленькие клиники более квалифицированы и не тратят силы на количество пациентов. Я за маленькие клиники, говорит профессор. И считаю, что Кузбасс тоже может стать в своём регионе лидером и выйти на высший уровень. Медицина делают люди, отмечает профессор Вилланд. Не зависит, большой город или нет. Важно, чтобы люди хотели, чтобы медицина была хорошая. Поэтому, если в вашем городе есть такие люди, как Аман Тулеев, вы можете добиться уровня медицины, как в Европе, считает немецкий хирург. Субтитры создавал DimaTorzok